Вот они умские болельщики, стройные передами, поддерживают свою команду И снова в бой! Гоналисты, начиная пресс-конференцию Директор по хоккейным операциям хоккейного клуба «Авангард» Виктора Владимировича Шалаева И главного тренера Райма Сумманина Помогать будет переводчик Наталья Также я буду модерировать происходящее У нас примерно, я так понимаю, что в районе часа И сразу прошу отключить мобильные телефоны Поставить на беззвучный режим И также, когда будете задавать вопрос, представляться обязательно Наша Дарья Миренкова будет давать вам микрофон, когда вы будете задавать вопрос Так что без микрофона просьба не задавать У нас прямая трансляция на YouTube Поэтому думайте, что спрашиваете Спасибо! Итак, начнем Я думаю, что стартовые слова скажут наши основные действующие лица Виктор Владимирович, что вам есть сказать? Добрый день, очень приятно всех вас видеть здесь Давно у меня не было встречи Настал момент, когда, думаю, что можно обсудить все текущие вопросы И поговорить о всех ближайших планах команды Райма? Югорь, пожалуйста Югорь, пожалуйста Да Добрый день Всем добрый день, мне очень приятно быть здесь Хорошие воспоминания связаны с тем местом и с этой комнатой, с тем помещением Спасибо Ну что же, перейдем к вопросам Первый вопрос, пожалуйста Пожалуйста, микрофон Представьтесь Рассматривали Потому что Антон выбрал Питерский СКА Спасибо Следующий вопрос Пожалуйста, Артем Я думаю, что выбирая среди иностранных специалистов В любом случае, рисковать после такого сезона мы просто не имели права Райма знает команду Его многие игроки знают Поэтому я думаю, что этот баланс для нас на данный момент был необходим Поэтому остановились на кандидатуре Райма Сумова Спасибо Следующий вопрос Пожалуйста, задавайте вопросы Еще Вопрос с Райма Сумова Не хотите ли вы вернуть кого-то из Райма Сумова Сустава тогда, когда вы не сплавляли У вас есть желание, чтобы привлечь некоторые игроки Которые были в команде, когда вы были здесь В последний момент В последний момент Прошлая история Но как тренер Я должен жить сегодняшним днем и идти вперед Есть большое количество хороших игроков И хорошо, когда есть игроки, которых ты уже знаешь Также хорошо иметь новых игроков И по моему мнению, это как раз тот путь, с помощью которого можно усовершенствоваться как тренеру И так же усовершенствовать команду И просто замена игрока на старого не может гарантировать, что он будет лучше Время играет время Время играет роль тоже Спасибо, следующий вопрос Пожалуйста, Александр Сейчас микрофон вам передадут Наш Сейчас К вам выехали Александр, вы знаете, что в любом случае до 30 апреля, до 1 мая Мы не имеем права по регламенту вести переговоры Я думаю, что данные вопросы все будут после 30 апреля И ответы на них получать вы будете В любом случае скажу, что селекция основывается на здоровой конкуренции в коллективе Где и взрослые, и молодые игроки будут попадать в состав только при 100% работе Это, я говорю, просто сразу, в общем, да, чтобы фамилии больше не всплывали Потому что отвечать на фамилии я просто не имею права сейчас Как сказал Райма, сражаться, еще раз сражаться Те, кто будут сражаться, будут находиться в составе Спасибо, еще вопросы? Пожалуйста Нам в первую очередь нужны вратарь Также два центральных нападающих И укрепить защитную линию Это основные направления по оси лекции сейчас Спасибо Еще вопросы? Пожалуйста Нет, не могу Ну, я готов сказать только про двух иностранцев Это Ружечка и Баранка Также вратарь Красно, их точно не будет Спасибо Еще вопросы? Еще вопросы, пожалуйста Капитаном команды был Денис Куляш Хорошо вам известен Сохранит вам капитанскую повязку в будущем? Денис Куляш был капитаном Он был капитаном В ближайшее время Мы прекрасно знаем, что Денис сделал важные шаги в Омске, а затем ушел И он был из-за здесь Но сам он родом отсюда И он тяжелый И поэтому это сложно Он взрослый мужчина, большой мальчик уже И он один из лидеров Несомненно он один из лидеров команды Но как он капитан Он должен знать, кто будет И он должен знать И тогда вы можете начать читать Это Кей-кайзен-тима Это не только капитан Это обычно 7-8 Подходя к вопросу о капитане Здесь немного глобальнее стоит Нужно знать всю команду И должен быть не только капитан А 7-8 лидирующих игроков И мне очень нравилось то, что он все время улучшает, усовершенствует свою игру И он действительно любит команду И победит Он эмоциональный человек И мы нужны такие вещи Если мы потеряем То он не берет Если мы победим Он счастлив И мы нужны Такие парни Спасибо Следующий вопрос Пожалуйста, Андрей Я знаю, что вы следили очень прицепно за командой «Авангард» Весь этот сезон, находясь в Финляндии Ваша оценка В чем главная проблема «Авангарда» Почему, на ваш взгляд, команда так сильно сдала в этом сезоне И как вы намерены эту проблему, если она есть решение? Я знаю, что вы следили за командой «Авангард» в Финляндии И в вашей опыте, что есть спецы? Какие задачи решить эту проблему? В этом сезоне Компетитие очень сильный В пару лет назад У нас было 10 состантов Очень хорошие То есть среди состантов И ещё некоторые состантов Я не знаю Но сейчас Немного тяжелых состантов Очень хорошие Но уровень Лиги становится выше и выше. Конкуренция в настоящее время очень высока. Раньше, если было десять лидирующих команд, кто-то отставал, кто-то шел в хвосте. Сейчас команды сильные и идут вровень практически друг с другом. И это было очень тяжело. Раме в Голлоне есть, и все видят, как хорошо он был. Голлона... В результате мы не знали, как хорошо Раме был. Сейчас он был хорошо. Голлона была большая вещь. И я не уверен, как Голлона играли в прошлом году. Но если вы играете хорошо, то нужно иметь Голлона. И это команда верит ему. И после этого вы можете начать поговорить о том, как состояние, как характера команды, как системы, как тренер. Но в каждом команде, у кого проблемы с голлоном, все эти хорошие вещи начинают. Это немного страшно. Но нет помощи для системы, нет помощи, как вы практики. Если команда начинает с Эйки. Любая команда, в которой существует некая проблема с вратарем, в конечном итоге страдает от этого. Это первая проблема, которую необходимо решить, и уже потом думать о состоянии, о характеристиках, о какой-то системе. Недавно я встретил нашего друга Лео Комарова в Хельсинки три недели назад. И мы с ним поговорили о том, что произошло. И мы с ним поговорили о том, что произошло. И он сказал, что наш Ярослав был так хорошо, так быстро, что они не могли сделать ничего, что команда победила. На что он ответил, что Ярослав был настолько хорош, настолько быстро. Я спросил, как Омск выступил в прошлом году. И другие финансовые игроки тоже. Они чувствуют, что это немного легкий. Команда немного потеряла в силе, потому что раньше было интереснее играть против Омска. Это тот вопрос, на который нам нужно обратить внимание. Правда ли это на самом деле. И над этим мы уже начнем работать после лета. Потому что у нас есть голый. Но если другая команда чувствует, что это как-то легкий, то это плохо. Это контакт в спорте. Мы должны бороться. И даже если мы не имеем хорошую неделю, то другая команда чувствует, что это что-то от них. И мы должны начать это. Мы должны быть жестче. Конечно, вратарь это один момент. Но еще если остальные игроки чувствуют, что можно работать спустив рукава, то из этого ничего хорошего не получится. Необходимо всем выкладываться по полной. И я с мистером Салаевом. И мы как-то говорим о том, как мы смотрим, как мы смотрим, как мы смотрим. И мы как-то говорим о том, что, может быть, это хорошо, чтобы начать. Но у нас есть ли команда, которая не успевает. Они играют быстро, тяжело. Но это сложно играть против них. Это хороший начальник для нашей отношения. Мы также обсуждали с Виктором Владимировичем некоторые моменты. И поняли, что у нас общее видение того, что нужно подобрать тех игроков, которые просто так не будут сдаваться и будут идти до конца. И особенно здесь, когда вы путешествуете много, то нужно, как, хорошая семья, что у них есть дады, что у них есть дады, что у них есть дады, или много детей. Также, когда, допустим, в такой ситуации, когда много путешествовать, необходимо чувствовать, что вокруг тебя семья, вот эти семейные узлы, если так можно сказать, чувствуют. И мы едем в Москву, Сан-Пет. Мы здесь много, но мы с удовольствием. Мы с удовольствием. Мы с удовольствием всех. Но когда мы начнем, мы должны идти и показать больше в Москве, Сан-Пет. Мы здесь. Мы делаем все, что мы не дадим. Мы можем потерять игры, но давайте показать нам лучше. И это, может быть, нашу вторую найду в целом году. Это не результаты. И когда мы едем играть в какой-то другой город, будь то Москва или Санкт-Петербург, мы должны выказывать свое уважение, показывать, что мы скромные, но как только начинается игра, выкладываться по полной и показывать, кто мы действительно есть. Итак, первая вещь – это вратарь. Вторая – это крепость в команде. И третья – это игроки, которые будут готовы выкладывать душу. И я не знаю, где я слышал и читал эту вещь. Может, это был русский код. Но если вы всегда победите, мы победим всегда. И это очень хорошая фраза. И это я использую все время. Не, что вы победите, но если вы победите в спорте, то это аттитуда, то вы больше, чем победитель. Вы можете победить, но вы еще не победите. Но вы никогда не победите, но если вы победите, то все увидят, что этот парень – это персонаж. И я думаю, что это то, что если мы можем сделать, то это не легко сделать, и тогда все уважают нашу команду. Я уже не помню, где это прочел. Возможно, это было высказывание одного из российских тренеров. Но эта фраза мне очень понравилась, запала в душу. Звучит она так. Если ты сражаешься, то ты всегда будешь победителем. Это не говорит о том, что необходимо выигрывать каждый матч или завоевать трофей. Но если ты сражаешься, ты будешь победителем по жизни. Потому что обладатель какого-то приза может в итоге быть и проигравшим. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Константин, сначала. Константин, я видел, на реймах вам вопрос. Ян Кинен приехал, то есть какие функции будут выполнять, и насколько он функционал? Если штаб, то вы еще ждете? Ян Кинен был здесь, что его функции будут выполнять. Ян Кинен приехал. Ян Кинен был здесь последний раз, но в то время он был с Норвежской командой в скейтинге. Ян Кинен также был здесь и в прошлый раз, но в тот раз он также тренировал норвежскую команду. И сейчас, он был финансовый ассоциаций в скейтинге. Они попросили его быть главным финансовым скейтингом и быть тренером, но он предпочитал здесь. Финская ассоциация по конькобежному спорту также предложила ему возглавить некий отдел, но он предпочел приехать сюда в Омск и тренировать эту команду. И он знает, что наши старые парни здесь. И парни очень любят его, и он хорошо. Он тренирует тяжело, но он хороший человек, хороший дух, что он может поддерживать парни, но он еще не отбирает их. Это очень хорошая вещь, и как я вижу, что парни любят его. И как они делают все, это огромное. это огромное. Он знает ребят, и они к нему хорошо относятся. В нем есть такие хорошие человеческие качества, когда он заставляет работать, но не позволяет им перегореть. И очень хорошее отношение у игроков к нему. И сейчас мы смотрим на разные варианты. Это не по-процессу. И я знаю, что медиа хочет один человек и один по-процессу, потому что это продает лучше. Но все, что мы знаем, это не только тренировка. И это просто... Я просто в медиа, и это моя работа, и я делаю это. Но это больше, чем мы делаем как команда. И сейчас мы смотрим на разные опции. В настоящий момент мы рассматриваем некоторые варианты по комплектовке тренерского штаба. Я бы хотел отметить, что тренер, вот как, например, в моем лице, что сейчас я выступаю перед прессой, это моя работа. Но это больше. И работу все делает именно тренерский штаб. Все вместе, как команда. И если жизнь хорошо для меня, и я остаюсь здоровым, тогда я закончу моего тренировка и думаю, что я смогу быть ассистентом тренерского штаба и тренерского штаба. И если все сложится удачно, и жизнь мне это позволит, и мое здоровье, то я бы хотела закончить свою карьеру как ассистент какого-то тренера, чтобы именно так завершить цикл. Не только быть вот этим лицом тренерского штаба, но и какие-то другие функции выполнять, помощь оказывать. Может быть, я думаю, что я слишком много что я думаю, что сейчас в следующие 5 лет будет, что Российский хоккей не нуждается так много тренерского штаба. Это просто что я вижу. И может быть хорошая идея, что не позволит быть тренерского штаба как главный штаб. Может быть ассистентом или третий, или четвертый. И я думаю, что someday будет так. так. И это может быть мой план. По моему мнению, российский хоккей не нуждается в таком большом количестве иностранных тренеров. И возможно было бы лучше, чтобы допускали только как ассистентов или второго тренера. И возможно я этим и займусь в будущем, если так будет. Я вижу это в многих спортсменах, в многих странах. Русские уже эти вещи. в России много тренеров которые могли бы занять высокие должности. И только мне кажется, что время требуется для того, чтобы это произошло. И я могу показать хорошим примером. У всех финанских тренеров есть один большой папа, Юрсинов. Как Ялонен и Вестерлунд у всех тренеров есть большая влияние на русский стайл. Я хотел бы привести яркий пример. Например, есть многие финские тренеры, которые берут за основу, за ориентир Юрсинова. И тогда это время это цикл. Но мы должны быть тренеров большая сильная группа. И это не только это позиция, это как линия вместе. Ты никогда не знаешь, что будет дальше. Нужно быть открытым ко всему на самом деле. Спасибо. Еще вопросов? Тогда пожалуйста. Вы следили за командой и заметили, что привлекалась молодежь. Кто наибольшее впечатление в будущем вообще, при контактовании команды? Будет было дело со стороны приглашенных или молодых в будущем. Вы наверное заметили, что мы тренили много журнеров. В следующем году вы тоже тренили журнеров или приглашали кого-то? Да, если можно сказать, как Салаев семьи. Один интересный вопрос мы должны понимать все игроки. Но как быстро и как много мы можем сделать, это вопрос. Но я сегодня видела некоторые старые 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 contracts zostcem старые ל Вы действительно должны быть хорошим игроком, чтобы он сделать команду. И несомненно, должен быть иностранный игрок, который будет вести команду за собой также. И я заметил, что большие усилия прилагаются, в частности, в «Газпромнеф» для развития молодежного хоккея в Омске. И нам необходимо также придерживаться этой линии, привлекать молодых игроков. И еще одна важная вещь, когда я смотрю какие-то соревнования или чемпионаты и вижу тех игроков, которых я тренировал. Это очень многое значит, когда ты видишь плоды своего труда. И мы могли бы видеть, что не было этого огня. И как молодой тренер, я должен быть спокойным, что я могу закончить эти вещи, что я не работаю так много с этими ребятами, которые не имеют свои собственные. Потому что это просто счастье, которые привлекают их в то время. Но если человек хочет много, то они придут. И тогда ты должен работать как тренер. Ты должен помогать этих ребятам. Бывают такие ситуации, что игрок себя хорошо показывает в молодежной команде, но в итоге, когда он идет дальше, у него просто нет огня в глазах. Нет желания работать, и он не готов вкладывать сердце и душу в игру. И я как тренер должен понимать, нужно ли на него тратить время и силы, или все-таки нет. Если нет этого огня в глазах. И у нас с Виктором Владимировичем есть такое видение, что должна быть конкуренция именно внутри команды. Должна быть длинная, должна быть скамейка, чтобы ребята уже между собой конкурировали. В конце концов, игроки сами должны понимать, что необходимо сражаться за то, чтобы быть в команде. Потому что я не раз ошибался с тем, что давал шанс игроку, давал ему какую-то надежду. И в итоге, возможно, это разрушало его игровую карьеру в будущем. Потому что если нет желания и огня к работе, то бессмысленно этим заниматься. Может быть, это немного нашим стилем, как мы пытаемся с этими командами, которые считают, что они такие команды. Как Сан-Пи, Саскат, Уфа или что-то. Это один команды, и те старые команды, хорошие команды, но мы не можем следить их. И это будет наш новый стиль в работе, потому что мы не можем следовать примеру ЦСКА, Уфы или какой-либо другой команды. Нам необходимо найти свой собственный стиль и его придерживаться. Спасибо. Да, Андрей. Андрей Владимирович, программа «Веркайм». Хочу ответить вопрос, Игорь Владимирович. 30 апреля срок окончания контракта, то есть срок официального завершения сезона. Сейчас есть понимание, когда команда выйдет из отпуска, когда начнется пресс-сезонка, и какой-то камень получает, не было равнодушно. Мы знаем, что на данный момент регламент еще не утвержден до конца. Ведутся переговоры по многим пунктам регламента. Но ориентировочно в любом случае команда МХЛ начнет также с 1 июля. Я думаю, что изменений по поводу этого не будет. Первая команда, скорее всего, приступит к тренировкам с 11 июля. Мы поедем на сборы. Скорее всего, это будет в Германии. Фьюссон там команда уже была. Райма знает это место. Также команда проведет два турнира. Один в Астане. Второй – это домашний турнир перед началом чемпионата. Турнир в Леново. Спасибо. Сейчас на 99% это на такое усмотрение. Следующий вопрос. Да. Александр Суханов, Сибирон. У меня просто много личных вопросов. Вы как отреагировали вашим близким и друзьям, потому что вы в третий раз возвращаетесь в Омске. У нас было два сезона. А далее, как вы сами выражаете, сердце и душу омской команде. Меня отговаривали вас в третий раз наступать надежной граблией. У нас такое плохое выражение. Это как личная вопрос. Как вы в семье, ваши близкие друзья, ваши друзья, вы реагируете на вершину, когда вы наступали в вершину? И вы наступали в вершину? Нет. Нет. Вовсе нет. Никто не пытался меня отговорить. Все как раз наоборот. На самом деле жизнь не так часто дает шанс делать то, что тебе по-настоящему нравится. Когда ты молод, ты думаешь, что ой, еще столько шансов впереди. На самом деле это не так. И мои близкие, как и я, чувствуют, что это один из тех самых великих шансов в моей жизни. Потому... Окей, that's it. На этом все. Хорошо, пожалуйста. Моя Сой, у меня есть вопрос о АНСУ. И расскажите, пожалуйста, в то время, когда мы ходили в Финляндии, как вас поддерживали болельщики авангарда, с кем вы переписывались, может быть, общались, может быть, с игроками. Спасибо. У меня здесь есть друзья, и даже если бы я не приехал в Финляндии, я думаю, что я бы не приехал в Финляндии. И даже в том случае, если бы я не приехал сюда как тренер, я бы приехал сюда просто как человек. В любом случае, я бы время от времени приезжал в этот город. С некоторыми людьми я поддерживал более близкую связь. Но на самом деле, хоккейный мир, он настолько маленький, настолько узкий. И всегда, если ты с кем-то общаешься, из пяти человек обязательно у кого-нибудь что-нибудь связано с Омском. Спасибо. Пожалуйста. Сергей, у мусор, у меня вопрос о крайне. Вы, наверное, посмотрели, кто сам махер, что сборная России на Олимпиаде проиграла с бонным Финляндии. И, ну, можно сказать, все-таки, за счет чего Фин выиграли, в чем преимущество финской тренерской модели перед Российской. Вы, наверное, видели, что в Олимпиях, когда Россия победила Финляндию. What was the main reason of that? What are the advantages of women's mode of coaching? Just Koli. Дело только в вратаре. Just Koli in that night. Otherwise, different Koli will be lost again. If it's someone else's place, the game would have won. Спасибо. Пожалуйста. Сергей Николаевич, Советский спорт. У меня вопрос какой-то участник. Как раз, каждый год он расширяется. Команство все больше и лучше. И вот то мнение, что от этого как бы падает уровень хоккей. Как вот может быть. Скорее, что это было. Я думаю, что в этом ничего плохого нет. Потому что, к сожалению, какие-то клубы появляются, какие-то клубы исчезают. Но если даже бы клубы не исчезали, то я думаю, что еще 2-3 клуба на следующий сезон не повредит. У нас не так много игр в регулярном чемпионате. Все равно. Что бы что ни говорил. Инхаил играет больше и не устают. И команд побольше. И от этого ничего плохого нет. Если есть слишком много клубов, и никто не уйдет, то есть время. Но я забыл это, потому что есть больше клубов, но я не знаю, сколько клубов придут, и есть ли какие-то клубы, которые уйдут. На самом деле, если большое число новых команд, и никто не выходит, то это может негативно сказаться. Но я вот сейчас не совсем осведомлен, сколько новых команд, и сколько вышло. Конечно, конкуренция становится выше, но иногда уровень самих игр может немного снижаться за счет того, что перелеты, переезды сказываются на игроков. Но как руководитель, и как фанат, если вы просто дадите все, то это будет хорошо. И это единственное, что мы должны о том, что нужно о том, чтобы полностью выкладываться и отдаваться игре. И тогда она будет на должном уровне. Но в последнее время, 7 лет назад, когда я следил эту вещь, и так много голосов в Европе, что это не то, что это не то, что это не то, что это не то. Но все равно нет, и все равно, что это не то, что это не то, что это не то. Лет 7 назад бытовало такое мнение, что эта лига ничего из себя не представляет. Но сегодня очень многие люди изменили свое мнение и высоко ее оценивают. Особенно в Европе, Гляндии, Федсе и так далее. Спасибо, еще вопросы? Пожалуйста. Еще один тренер в треннисский штаб придет, но Вадима Каполовский в треннисском штабе не останется. Пожалуйста. Вопрос у Вайма. Возвращаясь к теме молодежи, Калинин и Бевцакин, это два человека, которым вы очень сильно помогли, я вам благодарна, об этом не говорили ни разу. Сейчас новые Калинин и Бевцакины ждут своего шанса. Докладство Микимика Новкова не работает в прошлую неделю, и вот будет ли у них шанс проявить себя, будет ли вы до конца недели смотреть на них, возможно, двусторонках, спаррингов, и сколько человек вы готовы взять как преседурную сморость молодежи? Я 10 молодых. Это как раз одна из причин, почему я здесь сейчас. И я уверен, что некоторые игроки не получают хорошую сморость, и некоторые будут это полезны, потому что нужно долгое время, чтобы начать чувствовать, кто это кто. Но есть более таланты, чем раньше, когда я был здесь. На самом деле сейчас здесь намного больше талантливых молодых игроков, чем в прошлый раз, когда я был здесь. Но необходимо чуть больше времени, чтобы понять, кто что из себя представляет. И я поговорил с Миром Курьяновым, как эти молодые игроки, как Питзакин, Калиин, как они сейчас делают, и сейчас новые игры. или 18 в русском национальном команде, то есть шансы гораздо более слабее. И я думаю, что это очень хороший момент. Если люди делают хорошо в 20-м, то они как-то, они улучшают. И они видят, что все это возможно. Это было счастье, что они сделали команду. И они сделали себя. Я разговаривала с Антоном Курьяновым по вопросу Калинина и Певцакина. И он мне сказал, что именно после их победы в Канаде они в полном смысле слова стали игроками. И вот такие шансы, когда игроки до 20 лет добиваются больших побед, помогают им вырасти в профессиональном смысле. И сейчас мы имеем в том, что у Канады в Канаде. в Канаде в Канаде в Канаде. И они в Канаде в Канаде в Канаде. И одна из самых важных событий, что мы делаем хорошо, что мы должны получать ребят в Канаде в 18-20-м. В Канаде в Канаде в Канаде в Канаде. Очень важный момент. Это то, что нам нужно добиваться того, чтобы наши ребята попадали в соревнования до 18-ти и до 20-ти лет. Следующий вопрос, пожалуйста. Кому вопрос? Прямо. Особенно сегодняшний сезон в том, что в финале вышел не российский клуб. И, собственно, не играет. Если победить Лег, это будет сенсация этого сезона. И в этой сезоне вопрос. Со следующего сезона в Легу входит новый клуб, сильный Йокерик. Насколько это, в принципе, изменит расходную силу? То есть вопрос к тебе. Эта сезона как-то экстраординарная, потому что в Легу в финале, если победит, это будет сенсация. И в следующем сезоне будет еще один форен, в Канаде. И как это влияет на процесс в целом? Это очень сложнее, чтобы они улучшить команду. Потому что они не нужны, как много форенеров у вас есть. И тогда вы получаете очень низкие цены. И на самом деле, им проще выстраивать команду, потому что нет необходимости задумываться о том, сколько у тебя иностранцев в составе. И цены на игроков намного ниже. И обычно, вы принимаете игроков, которые 25-35 лет. Они готовы. Они видят. И на этом уже строятся команды. И обычно берутся как раз игроки, которые возрастом от 25 до 35 лет, и они готовы играть. И на этом уже строится команда. Это тоже путь. Он отличается от нашего, но нам необходимо найти свой стиль и привлекать молодежь. И теперь мы должны найти, чтобы этот сын и этот коллег. Также необходимо найти нам хорошего вратаря. Это хорошо, что конкуренция возрастает. Спасибо. Еще вопрос. Пожалуйста, Константин. По первому вопросу комментировать не готов. Вопрос не ко мне. А по второму вопросу я готов согласиться. Потому что, по-моему, из Московского Спартака один я перешел на данный момент сюда. Кто еще из Московского Спартака? Борис Бабаев помимо Московского Спартака работал и в ЦСКА, и в Омске. Он ваш, как сказать-то, городской житель, родившийся в Омске. Поэтому, не знаю, откуда появилось вообще такое мнение. Мне кажется, оно неправильное и несправедливое. Если повторить. Спасибо. Еще вопрос.